МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современный малыш с гаджетом в руках далеко не носос. Дети быстро осваивают новые технологии, а родители рады появившейся возможности. Ребенок может просидеть спокойно несколько часов. Среди популярных сайтов нянь для детей лидирующее место занимает YouTube. Самая крупная площадка для размещения видеозаписей в сети. Представим, что за этим компьютером сейчас сидит ваш ребенок. Смотрит обыкновенное казалось бы видео с диснеевским персонажем, вот оно заканчивается, и он смотрит в раздел «Рекомендованные», среди которых очень странный контент порой встречается, который называют «Эльзагейт». Что это такое и почему это может быть опасно для вашего ребенка? Давайте разберемся сначала с ситуацией, происходящей на YouTube. Детский контент является самым популярным. Миллионы просмотров и подписчиков, сотни тысяч лайков и комментариев. Естественно, речь идет и о больших суммах, монетизации, ведь YouTube оплачивает просмотры. А где деньги, там и желание наживы. Подобные недобизнесмены создают сомнительный контент для привлечения зрителей от двух до семи лет. Эльзагейт Так в западном интернет-сегменте называется явление необъяснимо возросшего количества роликов в YouTube для детей со странным и бессмысленным содержанием. Почему детям нравится часами смотреть эти странные ролики? Простая анимация 2 или 3D, костюмированное представление с совершенно незамысловатым сюжетом и любимые персонажи из мультфильмов. Самыми популярными являются темы уколов, крови и операций. Авторы эксплуатируют детские страхи. Также часто в роликах упоминаются такие понятия, как беременность, аборты. Обсуждаются процессы дефекации. Их привлекает еще необычность сюжета. То есть если до сих пор дети видели ослика, шарики воздушные в наших мультиках, песенки какие-то детские, хороводы, то сейчас они уже видят кровь, они видят калмачу, ну какие-то необычные странные сюжеты. Естественно, их это привлекает, потому что для них это все новое. И они на этом акцентируют свое внимание. Им интересно смотреть, чем закончится сюжет, почему так произошло. Они даже не вдумываются в смысл содержания самой мультики. Они просто смотрят образы и наблюдают за новизной ощущениями. Если вы решили обезопасить малыша от вредоносной информации, самое трудное – объяснить маленькому ребенку, чем мотивирован запрет на просмотр этих шокирующих видео. Так почему запрет? К чему может привести частый и неограниченный просмотр таких видеороликов? Как это влияет на детское, еще не сформированное сознание? Ну это приводит, прежде всего, к социальному поведению, к социальной дезадаптации приводит, даже к аутизму приводит. Потому что дети живут в виртуальном мире, они живут этими образами. У них появляются страхи, у них появляется… То есть, понимаете, у них меняется сознание, у них меняется мышление, у них меняется восприятие мира. Они начинают мыслить негативно. То есть, когда ребенок видит кровь, когда он увидит, как все вот эти неприятные моменты, связанные с гигиеной и прочее, и все это показано в извращенном виде, естественно, у ребенка уже идет извращенное восприятие вообще окружающего мира. И он становится враждебным, мир ему становится враждебным. Также существует теория, что некоторые создатели таких роликов являются распространителями детской порнографии, использующими хостинг для привлечения новых клиентов. Странные комментарии внизу могут быть определенным шифром для заказчика. Эта проблема уже довольно широко обсуждается на Западе. Существует целое сообщество людей, занимающиеся выявлением шифров и ссылок, которые используют педофилы. Наиболее логичный выход из данной ситуации нет, не запрещать полностью ребенку захотеть в YouTube. Ведь есть много замечательных, прелестных мультфильмов, которые учат ребенка, как быть добрым и умным, талантливо и красочно рассказывают об окружающем мире. Такие мультфильмы работают множество умов, они подвергаются цензуре. Главное – это следить за тем, что смотрит ваш ребенок, знать о его увлечениях и любимых персонажах.